Приветствую, с вами Сергей Гудков, психотерапевт, семейный консультант. И разберем довольно типичную ситуацию, с которой ко мне тоже часто приходят и пишут иногда. Ситуация такая, были отношения, отношения закончились, и закончились так неблагоприятно, остался эмоциональный осадок. Но какое-то время женщина не может создать отношения и начинает думать, а может быть вернуться, может быть все-таки простить. Такая ситуация, которая называется «Одна я больше не могу». И спрашивают периодически, что делать, может быть действительно стоит как-то потерпеть. И как быть в этой ситуации? Первое. Вот это вот состояние «одна я больше не могу», которое подталкивает иногда вернуться к прошлому партнеру, от которого и так уже убежал, это обычно культурное или семейное требование. То есть это просто программа, которая как-то прописана, и человеку дискомфортно просто от того, что человек не выполняет эту программу. Вот эту программу можно пересмотреть и от нее избавиться, потому что есть много ситуаций, когда лучше быть одной или одному, чем в таких вот отношениях. Иногда это даже опасно для жизни. И второе. Я периодически спрашиваю своих клиентов «Хорошо, что у вас было не так? Вот это, вот это, вот это, вот это». Вы ушли, да. И вы собираетесь вернуться туда же? Ну нет, ну я же надеюсь. А на что вы надеетесь? Какие есть основания для этого? То есть только из-за того, что плохо с собой, плохо с собой, с одним или одному, нет смысла возвращаться туда, где было плохо. Есть смысл исправить вот это состояние, сделать так, чтобы с собой было хорошо, когда уже безразлично, есть кто-то рядом или нет, мне и так хорошо с собой. А вот это уже хорошая база для того, чтобы строить отношения. Потому что когда мне хорошо с собой, я могу найти человека, которому тоже хорошо с собой. И вот вдвоем нам может быть намного лучше, чем по одному. Вот это хорошее основание для отношений. А возвращаться просто так туда же, откуда убежали, никакого смысла нет.